меня зовут георгий раут это канал папа медиа сегодня поговорим о том сколько же ножевых ранений можно так выразиться в спине у путина почему об этом потому что отвернулась от хула весь мир потому что он убийца он агрессор он террорист естественно никто из цивилизованных стран не хочет с ним быть рядом никто не хочет ему пожимать руку или кто нибудь пожимать руку и поэтому путина одно желание найти себе союзников из тех оставшихся стран которые еще там или сомневаются или нейтральную стать в нейтральное положение заняли сначала китай который не пошел навстречу хотя очень сильно россия россия надеялась на путин надеялся что синицы не поможет связи пин он сказал пошли вы нахуй россияне не будем вам давать оружие не будем вам помогать тогда чем-то чтобы какие-то остались еще торговые взаимоотношения потому что китай просто заберете по россии дальний восток сибири так далее поэтому какие-то торговые отношениями сохранили но с точки зрения войны с украиной помогать мне не будет потом также он рассчитывал на турцию на эрдогана эрдоган отдал азовцев эрдоган продлевал зерновую сделку эрдоган встал на сторону украины тоже второй удар спину путину вот последняя надежда на африканцев было что африканцы во-первых бедные голодные нищие и называть их цивилизованными тоже нельзя в силу не потому что они там просто африка сама по себе такой регион где цивилизация еще там не все дошла части континента да есть конечно страна типа юара там где больше там где белый больше так далее но в большинстве своем то что они решили встать на сторону россии уже о многом говорит о том что они до конца даже геополитика не не понимают как что сейчас происходит в мире поэтому пошли на сторону того кто первый позвал уверен что если бы с ними связались первые там европейцы украинцы американцы они бы даже они сторон россии даже не посмотрели просто россияне это сделали первые так и вот и но даже вот и они сразу пошли помогать саммит украины россия африка потом и путин твой лавров там ездил в эту африку под губнами там сидел бананы ел и так далее но все это к чему что процессе российской интеграции в африку и когда африканцы стали интегрироваться в россию самым за разбираться что же на самом деле происходит они поняли что россия это на словах путина и и лаврова это одно а на деле совсем другое пусть их тоже кидают их тоже никому не нужны россия просто хочет воспользоваться африканцами на мировой арене что вот типа на нас знаменитого стоят у нас есть союзники и тут когда я только это поняли сразу стали уже ставим свои условия например президент юар самая одна из кому кого есть следует слушать на самом деле серил ромофоса сказал путину чтобы он возобновил зерновую сделку потому что путин пообещал всем беднейшим странам бедным в априке типа мы вам просто так дадим зерно с барского плеча плеча такую подачку на жрите зерно но будьте за россию масло нихера подачек нам не надо это конечно круто замечательно но подачек не надо возобновите зерновую сделку в основном коммерческой основе нам выгоднее конечно же российские сми о таком повороте на этом саммит россия африка не написали потому что они считают вы показали что путина по имели в жопу как обычно там у него уже траха этого кто как кто не лень потому что слаб слаба слаб своей войной в украине он показал что он дебил и деградант поэтому теперь каждый любой ставит его раком об этом конечно с ними написала потом не было закрытая закрытые переговоры без сми и вот уверен что ближайшие сегодня-завтра или максимум следующей недели результат подобного заявления президента юар будет виден то бишь или зерновая сделка остановится что покажет опять-таки слабость путина о том что он смог сопротивляться или покажет то что мир все-таки дожал его ну другими словами будет опять в жопе и в камне или второе как хит начнутся с африканцами терки или он увеличит этот этот эту этот дань которая бесплатную количество зерна то есть если резюмировать можно сказать что даже союзники путина уже об него вытирают ноги потому что видят насколько он слаб и насколько он тут силу того что он непоследовательный потому что он уже давно сошел то что сошел с ума у него маразм то есть он и там скорее всего потеря памяти причины следственной связи он не видит но видят все состояние его окружающие люди и понимают что этот товарищ долго не проживете что с ним лучше дело не имеет поэтому россия не увидите как путин вашу страну еще больше засунет вы так в жопе живете а он еще глубже засунет поверните мое слово так и будет и потом когда вы начнете кричать караул уже будет поздно говно будет вас с головой накрывать это ваше будущее живите с этим слава украине